Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Елена, и на этом канале мы обсуждаем разные моменты иммиграции в Италию. Ролик о том, как удаленщикам сохранить свою зарплату в долларах или в евро. Вернее, мы рассмотрим четыре важных момента. Как сохранить, кто это может сделать, десятилетний план безопасного будущего ближайшего, и о том, где его лучше всего реализовать. Оптимальное место. В последнее время очень многие люди нашли себя в удаленной работе, в ИТ-сфере и в разных других специальностях. Я чуть позже пересчитаю, какие это специальности, вы удивитесь. Очень много разных. Итак, удаленщики жили в своей стране и при этом работали на американские или на европейские фирмы. Может быть, не имели контракта постоянного, но выполняли частные заказы заказчика удаленных и при этом получали на PayPal или на револют, на какие-то свои карты, получали зарплату в евро или в долларах и оставались себе спокойно жить в своей стране. К сожалению, в связи с последними событиями, я напомню, у нас весна 22 года, много чего случилось. И в некоторых странах становится проблематично получать зарплату в долларах или в евро. Вообще даже страшно работать на иностранные компании, потому что непонятно, как это может быть расценено. Вовсю стал вопрос о том, что пора, наверное, все-таки переехать хотя бы временно. То есть, если раньше можно было спокойно оставаться дома, жить в своем окружении, жить в привычном месте, а работать далеко, то сейчас прям вот стоит вопрос либо потерять работу, либо переехать за работой. За работой переезжали всегда. Это ничего особенного. Многие проходили этот путь. То есть, вполне нормально. Как можно уехать? Я буду говорить об Италии, поскольку я очень хорошо знаю законы именно этой страны. О других странах вам наверняка расскажут специалисты, которые знают их лучше. Переехать можно двумя способами. Без квот. То есть, безграничное количество специалистов, хоть весь Казахстан перевези. И внутри квот. В рамках выделенных квот на рабочие профессии. Без квот. Это виза Digital Nomadi. То есть, по-русски это, по-моему, звучит Digital Кочевники, что-то такое. Эту визу Италия ввела совсем недавно. 29 января 2022 года был опубликован закон, который вводит эту визу. А в Италии считается, что закон вступает в силу после того, как он был опубликован в газету Фичали. На данный момент пока не разработаны правила выполнения. Так называемые линии гвида. То есть, закон принимается, а потом составляется другое такое вот распоряжение, в котором бюрократам говорят, окей, этот закон применяется так-то и так-то, выполняется так-то и так-то. Поэтому на данный момент запросить такую визу пока еще нельзя. Она уже есть, но пока еще непонятно, как ее делать. Что можно сделать в данный момент? В данный момент можно сделать старую, хорошую визу в рамках квот для особенных специалистов. Мы не говорим о визе Блюкарт. Мы говорим об обычном, достаточно дешевом выполнении визе Лавора Аутонома. Такие визы я делаю уже лет, наверное, 12. У меня есть ролик номер один. В этом ролике показаны первые визы. Вот там первая, по-моему, получена в 2010 году. Нужно сказать, что 12 лет опыта – это правда много. Поэтому прям последние визы получаются очень виртуозно, очень быстро. Можно даже похвастать. Вот последняя виза, которую мы получали буквально недавно, была сделана, наверное, за два месяца с момента первого контакта и до момента переезда специалиста в Италию. Можно сходить на ролик номер один и посмотреть там вот представленные эти первые визы. Кто может переехать по этой визе? Я вам прям прочитаю название. Дизайн интерфейса, User Experience Designer, Account Manager, то есть все, кто ведет Инстаграм для других людей и так далее. Social Web Community Manager, все, кто продвигает, занимается продвижением на Фейсбуке и в разных социальных сетях. Project Manager, создатели софт, ИТ-консультант, ИТ-менеджер, ИТ-безопасность, понятно, все айтишники. И Admin Database. Итого, если вы такой специалист, связались, все сделали, получили визу D для лавро-аутоному, приехали в Италию, здесь получили моментально ВНЖ пластиковый с правом на работу. Этот первый ВНЖ будет на один год. С таким ВНЖ вам можно работать либо с собственной ИП, либо идете в найм. Очень многие выбирают сделать собственную ИП, чтобы не зависеть от работодателя, чтобы свободно себе создавать доход, необходимый для обновления такой визы. Необходимый для обновления такого ВНЖ. Потому что первый ВНЖ вам дают на год, потом вам дают его на два года, еще раз на два года. И через пять лет вашего официального пребывания в Италии, то есть с того момента, как вы приехали в Италию первый раз с ИЗД и подали запрос на ВНЖ. Не когда получили ВНЖ, а когда именно подали с этой даты пять лет, и вы можете запрашивать безотзывный, постоянный, бессрочный вид на жительство Италии, который действует всегда. Право у вас это будет пожизненно, ну если вы особенно не окурались, есть отдельный ролик, когда забирают даже это, но прям вот это редко. То есть с этим ПНЖ право жить в Италии у вас будет пожизненно навсегда. Только сама карточка, которая подтверждает это право, она будет каждые десять лет заканчиваться срок действия, ее нужно автоматически менять. Потом ничего не нужно доказывать, просто ее отправляете, и вам автоматом выдают новый пластик. Окей, мы поняли. Год два-два, бессрочный, и через десять лет прописки в Италии вы можете запросить итальянское гражданство. А уже потом с этим гражданством переезжать в Америку, в Австралию, куда вы хотите. Потому что переезжая как итальянец, у вас будет другой старт, другой уровень работы, другой уровень, вообще проще все. Теперь, еще полшага назад, как вот это вот все происходит. Первое, что нужно запомнить, в любой момент вы можете вернуться домой, либо навсегда, либо на какой-то период. Там есть большие окна отсутствия, можно отсутствовать практически год или даже два. Второй момент. Можно пойти на работу, и когда вы получили первый ВНЖ на год, для того, чтобы его обновить, вы должны либо принести контракт на работу бессрочный, желательно, либо открываете ИП и зарабатываете, не так, открываете ИП и показываете выставленные вам эквитанции на сумму 6 тысяч евро. Потому что вам нужно заработать 6 тысяч евро на человека. Если у вас семья из двух человек, тогда это 8 тысяч 400. Многие выбирают ИП, чтобы не быть привязанным к работодателю, тем более, что введение ИП, вот правда, очень льготный режим, очень хорошие условия. У меня есть ролик номер 281, и в этом ролике прям вот подробно рассказываю о том, как ввести свой ИП, там 5% от 2-3 дохода. Ну, в общем, какие-то прям вот совершенно смешные налоги, особенно первое время, а потом 15%. Ну, посмотрите этот ролик подробнее. Итого, вы показали этот доход, обновились. Важно работать первые 5 лет, чтобы получить ПМЖ бессрочный. После этого, если вы чувствуете, что устали, что вам нужно отдохнуть, если вам не хочется работать по какой-то причине, можно какое-то время посидеть на социалке. Это Рэддито Ди Инклюзионы. А если вы уже прописаны 10 лет, то тогда можно получать Рэддито Динанца. Это базовый доход для всех, кто проживает в Италии. Он невысокий, там, по-моему, 740 евро в месяц на одного человека. Но вполне какое-то время можно спокойно посидеть, подсобрать силы и заново работать. Ну, либо не работать, как вы выберете. Так, о том, что можно вернуться в любой момент, я сказала. Теперь, где лучше всего реализовать вот эту вот программу десятилетнюю? Понятно, что нужно выбрать такое место, где у вас будет качественная еда, качественное обслуживание, максимально качественная жизнь, но при этом она не будет стоить каких-то огромных денег, потому что все равно вы работаете в интернете. Forbes, журнал американский, исследовал все места в мире, где можно хорошо, качественно жить за сравнительно небольшие деньги. Абруцио, регион, в котором я живу, пошло в десятку лучших. На самом деле, мы на шестом месте в мире по отличному качеству жизни за разумные какие-то деньги. Абруцио – это такой регион, который вот прикрыт горами, спрятан от всех. Мы находимся на высоте Рима, только с другой стороны, там, где Адриатика, на Адриатическом побережье. 80% региона – это заповедник, поэтому все развлечения, горы, термальные курорты, море, и все такое – один существенный недостаток – нет работы. То есть работу оффлайн найти почти что невозможно, разве что в туризме. Поэтому для диджитал-кочельников, которые работают онлайн, это было бы чудесным выходом, просто чудесным выходом, потому что вы получаете великолепные условия жизни, вы получаете очень качественную еду, очень качественное все. Вы приезжаете в такой очень закрытый регион, где в основном местная культура, местные жители, вот это все такое очень самобытное, очень итальянское, и при этом вы не должны платить за это каких-то совершенно диких денег. Поэтому если кто-то решает переехать на какое-то время определенное, то, мне кажется, обрыться – это самый лучший выход для тех, кто зарабатывает онлайн. Вот. Это все, что я вам хотела рассказать об удаленщиках. Пишите, пожалуйста, ваши вопросы. Может быть, я что-нибудь недостаточно раскрыла. Ставьте лайки, делитесь этим роликом. Подписывайтесь на канал и оставайтесь со мной. Всех обнимаю. Пока-пока.